У Ореховой Сопки в серьезной аварии, участниками которой стали трое автолюбителей, пострадали пенсионер и четырехмесячный ребенок. Первым в больницу доставили 68-летнего водителя Тойоты Кариб. Мужчина жаловался на боль в груди, предположительно он сломал ребра. После двух мощных ударов подушки безопасности в Универсале так и не сработали. Следующими к осмотру пригласили женщину, ехавшую в Короле, и ее грудную дочь. Отвести ребенка в больницу посоветовали врачи. Видимых травм у девочки не было. Она, как и ее двухлетний брат, ехала в детском кресле. Машину вел глава семьи. 25-летний автолюбитель двигался в сторону аэропорта. Что-то заставило хабаровчанина спешить. Мужчина выбрал слишком неудачный момент для обгона попутных машин и налетел на встречный Кариб. Кариб как двигался? Он, ну, в смысле, на встречу мне двигался. Я его просто вообще даже во время удара не видел. То есть ни внешние световые, ничего такого вам в глаза не бросили? Вообще, как я понял, я сам по себе дорожник. За счет радио, я просто его реально не... Ну, сам как бы виноват, понятно, но я его реально не видел. После касательного соприкосновения бортами универсалы разлетелись в разные стороны. Корола нырнула в оказавшийся более безопасным кювет, а шофера Кариба ждал еще один мощный удар. Иномарку отбросила на автоссерну водоканала. Вот они друг с другом, удар у них случился. И все, и меня вот этот сречный, мне сразу под колеса, у меня галку передней все выглядело, колеса завернули. В плачевное состояние универсал привело именно последнее столкновение. Очевидцам пришлось даже воспользоваться огнетушителями, чтобы не дать заискрившейся проводке Кариба разгореться. Шофера Короллы и водителя автосистерны полицейские освидетельствовали на месте. Оба мужчины были трезвы. Ответственность за аварию предварительно инспекторы возложили на шофера белой Тойоты. С места происшествия Анастасия Кузьмина, Ольга Соколова и Павел Рогатин.